Добро пожаловать в село Дуванли, тихое и живописное место с богатой историей в Южной Болгарии. Пловдевской области в верхней фракийской низменности, которая находится на высоте 250 метров над уровнем моря с населением менее 600 человек. Оно находится рядом с городом Хисари. Здесь среди зеленых полей и чистого воздуха можно насладиться спокойствием и очарованием деревенской жизни. Дуванли обладает богатой историей, уходящей корнями в древние времена. Здесь еще сохранились традиции, передаваемые из поколения в поколение. Например, ежегодно 24 февраля традиционно проводится кукерский праздник. Он также широко распространен по всей Болгарии и имеет с десяток уникальных названий в разных регионах и селах Болгарии, что не меняет саму суть этого народного обычая. Кукеры являются частью распространенной по всей Европе традиции карнавальных маскарадов. Считается, что село Дуванли было основано в 1688 году павликцами, переселенцами из Малой Азии и восточных областей Римской империи, принявшими католицизм. Первоначально они проживали рядом с Пловдевом, потом начали перебираться в сторону популярного своими термоминеральными источниками города Хесари. Есть задокументированное упоминание о селе в отчете от 1742 года от епископа Пловдева Никола Радовани, в котором он сообщал «Я отправился в Дуванли. В четверти часа езды я крестил 13 детей, причастил 55. Я нашел 51 дом, всего 331 человек». За время своего существования село имело несколько названий. В прежние времена носило название Дуванджи. По одной из версий, оно происходит от слова «дуванж», что означает по-турецки «богомол». Название Дуванджи упоминается в дневниках воспоминаний писателя, путешественника и журналиста Василия Ивановича Немировича Данченко, старшего брата известного российского театрального деятеля Владимира Ивановича Немировича Данченко. В них он подробно описывает свои личные впечатления как журналиста с августа по ноябрь 1877 года о русско-турецкой освободительной войне. Те ужасы, которые он видел почти полного уничтожения мирного болгарского населения отступающими турками и их союзниками. В более раннее время село имело то же название, которое носит в наше время Дуванлии. Один из самых известных дуванлийцев, родившихся в селе, был Павел Гайдаджийский, болгарский католический епископ, поэт и писатель с безупречно чистым для своего времени болгарским языком. Его по праву считают самым образованным болгарином XVIII века, он известен также под прозвищем Дуванлия. Его родители были католиками, свое образование получил в Риме, вернулся в Болгарию, где служил в католических приходах Южной Болгарии, Калаянова, Дуванлии, Житница, Миромир и Софии. Через три года он был избран епископом Софийско-Пловдевским, через три следующих года епископом Никопольской католической епархии. Другим выдающимися дуванлийцем были отец Владимир Пенев, католический священник и конописец Геральдик. Он получил философско-теологическое образование в Италии, но из-за атеистического коммунистического режима в Болгарии он был вынужден остаться там же. Занимался пастерской деятельностью иконописью для францисканских монастырей по всему миру. Писал различные распятия, иконы Девы Марии, Святого Франциска и других францисканских святых, которые были специально предназначены для миссий по всему миру. Его папские гербы украшают фасад базилики Святого Франциска Осийского в Италии. Еще один знаменитый уроженец села, Фортунат Бакальский, получил образование по философии и богословию, после чего получил сан священника в соборе в Пловдиве. Продолжил обучение в Восточном институте в Риме, там же получил докторскую степень. В своей диссертации он пытался ответить на вопрос о том, откуда произошли сегодняшние католики и насколько они действительно болгары. В своей работе очень подробно рассматривает историю болгарских павлициан, их место в религиозных общинах Болгарии того времени. Фортунат Бакальский был последним редактором газеты «Истина» и последним директором софийского издательства «Добрит печать». Во время коммунистических гонений против церкви был арестован, во время следствия подвергся пыткам, умер в тюрьме, не дожив до суда. Немного отступив от темы в этом обзоре, хотим сказать, что мы наши в работах абсолютно независимые, придерживаемся только своего мнения и делимся только своими впечатлениями. Они не содержат никакой рекламы. Всегда стараемся претендовать на лучший обзор по затрагиваемой теме или локации. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, делитесь своими впечатлениями в комментариях. Ваша активность – это не только лучшая оценка наших работ, но и большая мотивация для наших будущих обзоров. Наша лучшая работа еще впереди. Делитесь своими впечатлениями в комментариях. Оставляйте свои вопросы, мы читаем и отвечаем всем. Нам действительно интересно ваше мнение к нашей подаче материала в наших обзорах. Горе и бедствия настигали этот регион Болгарии не только в прошлом. 18 апреля 1980 года сейсмографы зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 7 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр находился неподалеку, что вызвало серьезные разрушения. Два уже существующих геологических разлома, возникшие при предыдущих землетрясениях, расширились, достигнув протяженности более 100 километров. В результате этого были затоплены шесть сел, включая село Дуванлии. Высота подтопления местами достигала трех метров. Геологические сдвиги оказались настолько мощными, что привели к изменению русел 350 минеральных источников в этом районе. На реке Марица появились пороги, личный облик реки. Борисовград и около 30 процентов Пловдива оказались разрушенными. Площадь полного разрушения составила примерно полторы тысячи квадратных километров. По словам старшего преподавателя Димитра Димитрова, сейсмическая активность этого района в прошлом столетии принесла множество бед. Особенно тяжелым оказался период с 1927 по 1933 год, который стал самым сейсмически активным в истории региона. За эти годы было зафиксировано более тысячи землетрясений, магнитуда которых варьировалась от четырех до шести с половиной баллов по шкале Рихтера. Перейдем теперь к более древним историческим временам, связанными с этой местностью. Окрестности села богаты на исторические артефакты. Одним из первых, кто систематически занялся археологическими раскопками в этом районе Болгарии, был профессор Богдан Филов. Он инициировал методические археологические исследования в 1909-1910 годах в городе Хессаре и его окрестностях. В последующие годы раскопки продолжились, и к концу 20-х годов недалеко от Дуванлии был обнаружен один из важнейших фракийских некрополей. Этот некрополь, состоящий из более чем 50 курганов, датируется V веком до н.э., относясь к доримскому периоду. Он представляет собой значимое свидетельство богатой фракийской культуры, процветавшей на этих землях задолго до прихода римлян. Среди находок были обнаружены различные артефакты, такие как керамика, оружие и украшения, которые позволяют лучше понять образ жизни и верование древних фракийцев. В заключение нашего обзора расскажем о главной достопримечательности – христианской римско-католической приходской церкви Софийской Пловдевской епархии, известной как Церковь Скорбящей Богородицы. Ее история началась в начале XIX века. Было построено первоначальное здание церкви на средства богатого католика, чей единственный сын пережил одну из эпидемий чумы, поразивших тогда всю Южную Болгарию. Это было небольшое каменное строение с небольшим алтарем, служившее центром духовной жизни для местных католиков. После освобождения Болгарии от Османского ига, приходской священник, отец Людвиг Строцце, начал сбор средств для строительства нового, более просторного храма. План церкви разработал отец Эрнеста Сватона. Строительством занялись мастера Коста Петров и его сын Симеон из города Дебор, ныне территория Северной Македонии. Церковь была возведена в новизантийском стиле с внушительными размерами, длиной 28 метров, шириной 13 метров и высотой 17 метров с тремя алтарями. Строительство началось в 1884 году и было завершено уже через два года. Несколько лет спустя была построена колокольня высотой 22 метра, которая стала заметным элементом архитектурного облика церкви. В начале XX века приходскими священниками, отцом Сальвадором Ашиковым и отцом Авросием Камаровым из Пловдива был построен современный по тем временам алтарь. В 1912 году установили колокол, звон которого разносился по всей округе и был слышен в соседних селах. Спустя семь лет, в 1919 году отец Самуил Рончев установил в церкви новую физгармонию, тем самым добавив ее звучанием глубину и торжественность во время службы. Сегодня Дуванлий – это тихое и уютное болгарское село с небольшим дружелюбным населением. Оно расположено среди живописных холмов и зеленых полей, создающих неповторимую атмосферу спокойствия и уюта. Несмотря на свою богатую историю, село живет современной жизнью. Жители занимаются сельским хозяйством, здесь работают несколько небольших производственных предприятий. Дуванлий могло бы стать идеальным местом для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты, насладиться красотой природы и погрузиться в атмосферу традиционной болгарской деревни. Здесь можно устроить пикник на выходные с семьей или провести спокойные дни на свежем воздухе. Однако, к сожалению, на данный момент в селе отсутствует предложение для проживания, что ограничивает его туристический потенциал. Возможно, это связано с близостью более крупного села Калаянова, находящегося всего в 500 метрах от Дуванлии. Калаянова, вероятно, привлекает большую часть туристов и посетителей, но и Дуванлии имеет свой уникальный шарм, который еще предстоит ему раскрыть. В будущем развитие туристической инфраструктуры могло бы привлечь сюда больше гостей, заинтересованных в отдыхе на лоне природы и знакомстве с богатым культурным наследием региона. О селе Калаянова мы расскажем в отдельном нашем обзоре. Однако апрельское землетрясение 1922 года нанесло серьезный ущерб церкви. Фасад был поврежден, а на колокольне появилась большая трещина, из-за чего ее, к сожалению, пришлось снести. Сегодня церковь скорбящей Богородицы находится в отличном состоянии, бережно восстановлена и ухожена, и уже ничто не напоминает о тех страшных днях катастрофы. Она продолжает служить духовным центром и исторической достопримечательностью для всех, кто посещает это живописное село. Если вам нравится наш обзор, и вы еще не оценили его лайком и подпиской, то вы можете это сделать сейчас. Тем самым поддержите уже наш с вами канал.